Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте SWAPA AGRO. Сегодня, друзья, у нас задача засеять наши поля, приобрести птицеферму, приобрести рыбхоз и начать строительство сахарного завода. На самом деле, не так много предприятий уже осталось построить на подходе уже производства в 19-й ферме. Обещали вот-вот-вот-вот, вот они уже будут. То есть карта активно там тестируется, стримы какие-то у разрабов проходят. И уже вот-вот будет обновление версии 2.2, я так понимаю она будет называться. И уже можно будет начинать играть на той карте, но сперва закончим эту. Если не считать сегодняшнюю, то по планам у меня осталось еще 8 серий. И скорее всего, друзья, мы их будем сокращать. И вот как я раньше делал одно новое производство, мы смотрим и на это уходит одна серия. В общем-то я постараюсь это все дело сократить хотя бы ну примерно до 5, чтобы побыстрее закончить карьеру на этой карте. Плюс, как я уже говорил, недавно прошел стрим, даже два, которые были посвящены просто производствам. На первом стриме я один, а потом уже с целой толпой народа мы объездили все предприятия, завезли везде ресурсы, везде где надо выгрузили. В общем-то теперь все предприятия работают, я даже не буду сейчас тратить время на то, чтобы посмотреть, пробежаться по ним. В общем-то у нас все работает, все крутится, все вертится. Плюс сверху мы видим по поводу животных никаких предупреждений нету. Опять-таки на стриме Ромка везде все там поделал, все поубирался, в общем-то накормил всю живелину. Поэтому сегодня наша задача, как я уже сказал, засеять поля, соответственно приобрести три производства и замутить там работу что ли, в общем-то заполнить их ресурсами. И плюс немножко обновить технику, но об этом чуть-чуть попозже. В общем-то погнали работать. Для начала, как и обычно, 31 поле. Разумеется, ставим сюда работать удобрялку, нашу вот эту красную прекрасную. По загруженному маршруту, поле 31, удобрение 40 метров, со стартовой точки вперед. Давай, погнал, у тебя все будет хорошо, топлива хватит, удобрений хватит. Давай. Вслед за ним же запускаем оранжевую вальту, которая будет это же самое поле культивировать. Для нее уже тоже есть сохраненный маршрут, поэтому со стартовой точки давай, дружище, у тебя все прекрасно получится, мы в тебя верим. Далее мы перемещаемся на пятое поле. Здесь у нас Нью Холланд с культиватором, будет заниматься в принципе тем же самым, чем и в вальтра на 31 поле. Маршрут есть со стартовой точки, погнал. Ну и 13 поле, та же самая абсолютная ситуация. Сохраненный маршрут у нас есть, поэтому со стартовой точки давай, друг, погнал. Теперь же немного отпустив культиваторы, можно ставить и посев. Соответственно на 31 поле у нас Федька поедет работать, ему мы накомбинировали маршрут на пополнение, в общем-то все будет нормально, он не должен догнать культиватор. На 5 поле у нас Месси Фергюсон поедет работать, у него тоже есть накомбинированный проверенный маршрут, так что давай, друг. Ну и на 13 поле поедет работать наш немец Дойц Фахар. Он у нас будет с красной сейлкой, он будет сеять кукурузу. На тех же двух полях у нас будет расти лаванда, потому что у нас в принципе все абсолютно есть, всего в достатке, окромя кукурузы, которая в принципе требуется на корм свиньям, в довольно таки немалом количестве. Еще бобов мало, но ладно, бобы уже в следующий раз. Так что дружище мы тебе тоже накомбинировали маршрут и давай со стартовой точки уже можно. Далее друзья, как я уже сказал, я хочу немножко обновить технику. Все дело в том, что сейчас я играю немножко на другой карте, там в общем-то не самая простая система с этими всеми метками, а мы вроде как кооперативчик небольшой играли, в общем-то у меня поменялась эта карта. И тот, на чьей карте я играю, немножко подшаманил технику. В частности он увеличил размер бочек и в принципе я-то даже не против, не считаю это прям большим читерством. Да, кстати, прицеп тоже на 150 тысяч у нас стал. Теперь не один я в общем-то люблю копаться в модах, ну да ладно. И в общем-то у нас теперь есть большие вот эти вот бочки для всех продуктов и я хочу их все купить, чтобы наконец-то можно было вывести топляк, хотя для топляка она кстати не изменена. Но ее в любом случае надо было покупать для биогаза, он на 150 кубов бочка, чем по сотне возит, ну понимаете, да? Плюс она не такая большая, я имею ввиду по размерам, чем автопоезд. Ну и плюс опять-таки комбайн, который идет с картой, ему тоже чуть-чуть увеличили бункер и немножко, я вот честно говоря не помню увеличена ли здесь скорость 25 км в час, но по-моему так по задумке авторов карты было до 25. Но в любом случае это будет уборка, я имею ввиду проходить немножко быстрее именно в такой комбинации, пускай и 9 метров. Поэтому мы возьмем два комбайна. Ввиду этого надо продать наши комбайны, которые есть и бочки, которые у нас есть. Ввиду этого надо продать наши комбайны. Ну и сейчас друзья, нам нужно взять и купить то, что мы продали, точнее то, чем мы это заменим. Разумеется, это будет два комбайна опять-таки, покупаем две штуки, покупаем две вот таких вот жаточки и покупаем две жатки для зерновых. Теперь берем бочки, которые нам понадобятся, эта бочка, в общем-то мне кажется они все нам понадобятся. Берем с фаркопом бочку для жижи, цвет только давайте оранжевый раз можно покрасить и ободы тоже оранжевые. Широкие шины, пускай будет так, в общем-то покупаем ее. Бочку для дизеля обязательно нам понадобится, не сегодня, но понадобится, так что возьмем сразу. Бочку для биогаза, я не знаю зачем мне везде оранжевые те самые и фаркоп конечно же, да. Я просто очень хочу и люблю оранжевый цвет и в общем-то ладно. Бочку для молока мы тоже берем и тоже с оранжевым, блин я сейчас пожалею о том, что оранжевый обод везде. Бочка для рыбы в нашу копилку тоже идет. Ну и для нефти тоже возьмем, хотя честно говоря давненько мы уже и не занимаем. Хотя у нас есть мазут, который можно будет потом продать, вроде как эта бочка тоже его возит. Да, она у нас тоже для мазута используется. В общем-то бочки мы все взяли, сколько их тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть штук. Соответственно нам нужно взять тогда в аренду еще пять подкатных тележек. Возьмем их в аренду, потому что они нам нужны только для того, чтобы довести эти бочки до базы. А потом сдадим. В общем-то раз, два, три, четыре, пять. Возьмем на всякий случай еще одну, 720 рублей не так страшно. И для перевозки жаток нам нужно еще два прицепа для жаток. Поэтому арендуем еще и их. И в общем-то все это теперь можно везти на базу, но... У нас не заправляются трактора на сельхозхимии и... Дело в том, что оттуда увезли семена. На стриме Рома зачем-то увез оттуда семена, но он занимался опустошением сельхозхимии. Правда надо было только жидкие удобрения и компост оттуда увезти, семена трогать не надо было. Поэтому сейчас посев у нас немножко приостановится. Нам нужно сюда привезти удобрения и пшеницу рожь овес. Для этого возьмем какой-нибудь из наших грузовичков. Наверное давайте на Мани поедем. Он у нас самый быстрый. И в общем-то по-быстрому отвезем и запустим хотя бы производство семян, потому что они нам нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то запустили мы производство уже. 49 литров семян есть и потиху в принципе они будут тут что-то делать. Ну и сейлки разумеется заполняться будут очень медленно. Ну а мы тогда возвращаемся к нашим новым покупочкам. В общем-то давайте отвезем все это дело на базу. Только я вот не знаю как это аккуратно сделать. Давайте начнем с комбайнов наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, друзья, я вроде как каким-то чудом это сюда все привез. И мне кажется, с этими прицепами было бы намного... Не знаю вообще, мне кажется, лишнего просто я вот каких-то телодвижений наделал. Но ладно, есть как есть. Все привезли. Я это все дела. Я это все дело. Я это все дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь все это говно, которое мы взяли в аренду, можно спокойно сдать нахрен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, осталось только наше добро. Расставлю я его уже потом. Теперь же, друзья, нам нужно приобрести птицеферму. Начинаем дальше делать то, что я и собирался на сегодня. 250 тысяч она стоит. Вносим 250 тысяч. И вуаля, птицеферма теперь наша. Соответственно, по сути дела, такой же курятник, как в 19-й ферме. Ну, с большего. Сюда нам нужно привезти в воду какое-нибудь зерно, пшеница, ячмень, канола, соя. И пустые поддоны. Все это дело у нас есть, поэтому давайте сюда это все дело привезем. Использовать будем мана, которого уже выгнали. Пофиг мне. От Америкоса уже начинаю бомбить. И скоро я его заменю. Я все время хочу, но постоянно забываю. В общем-то, поехали. Отвезем туда все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее, друзья, что мы будем покупать. Я рыбхоз сегодня почему-то не хочу этим заниматься. А теплички, друзья, мы сегодня купим. Это удовольствие у нас стоит 300 тысяч. Его мы также оплачиваем. И, соответственно, есть у нас здесь три теплички с тремя разными ягодками. В принципе, наличие трех разных видов ягод, это только бутафории. Они будут использоваться у нас на молокозаводе. Туда пофиг, какие ягоды возить. Ну, конечно же, их можно продать, и, конечно же, их можно продать по разной цене, но все равно плюс-минус одинаково. Соответственно, вот здесь вот у нас растет красная смородина. Сюда нужен навоз, вода, пустые поддоны и картон. Также вот еще одна тепличка, в которой у нас будет расти малинка. То же самое сюда надо. Ну, и какая же ферма без клубнички. Вот у нас она здесь будет расти. Соответственно, здесь довольно прикольно санимированы все эти грядки. И довольно-таки неплохо сделаны все эти ягодки. Клубника, не знаю, а вот смородина, по-моему, вообще прям охренетительно была. Малина, кстати, да, вот тоже неплохо. А вот смородина, вот не знаю, мне очень нравится. Соответственно, давайте тоже заполним все это дело. Значит, смотрите, сюда нужно привезти 18 кубов воды, 30 кубов навоза, 12 поддонов с картоном. Точнее, 12 поддонов с поддонами и 6 поддонов с картоном. Так что, в принципе, давайте-ка займемся этим. Опять-таки, берем наш ман и начнем, раз уж у нас стоит эта хреновина, с поддонов и с картона. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, друзья, теплички у нас теперь запущены. Все есть, и вот уже красная смородинка начала появляться. Соответственно, появляться это все будет вот в таких вот поддонах. Здесь пока что еще, видимо, нету. Хотя написано уже 83. А, да, оно с той стороны появляется, потом отправляется на склад. Вот такие вот поддоны будут у нас появляться здесь с красной смородинкой. То же самое здесь у нас будет вот малинка. Кустики тоже санимированы, они постепенно анимировались. То есть, мы воду привезли, кустики появились. В общем-то, как-то все прикольно довольно-таки сделано. Мне очень нравится. Ну и то же самое здесь у нас вот клубничка зацвела. И ее уже начали даже собирать. В общем-то, здорово, мне нравится. Ну и друзья, как я уже говорил, мы немножко ускоряемся в развитии. Поэтому возьмем сегодня еще и сахарный завод. 112 тысяч у нас стоит территория для постройки. Поэтому мы эти денежки платим. И нужно запустить стройку. Тут все как обычно. Брус, бетонные блоки и бетон. Поэтому переносимся в наш ман. Везем сначала туда бетон. Ну а потом уже на платформе кирпидоны и брус. Брус, бетонные блоки и бетон. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки. Брус, бетонные блоки и бетонные блоки. Итак, друзья, ура! Мы это сделали, хотя, да, блин, Рома, ты мне очень большую подставу с семенами сделал. В итоге мне пришлось в течение дня постоянно немножко проматывать время, потому что они ездят пополняться эти семеналки, боже мой. Короче, семенами пополняться сейлки постоянно, ездят на сельхозхимию. В случае, если они едут одна за одной, надо сделать так, чтобы между ними прошло какое-то время, хоть немножко семян успело переработаться. В итоге целый день на перемотке, я не успел съездить на склад за брусом, склад закрылся. Благо на пилораме был брус, и его вот тютелька-тютелька хватило на нашу стройку. Мне кажется, посев до ночи, до закрытия сельхозхимии, у нас просто тупо не успеется. Пятое поле еще посеется, а вот 31-13-е, мне кажется, шиш. Ну ладно, в общем-то, если не успеет, я им напишу маршрут, чтобы они пополнялись на платной пополнялке, скажем так. В любом случае, друзья, мы очень много работы сегодня сделали. Я искренне прошу прощения, то что сейчас большой перерыв между сериями. Дело в том, что у меня немножко сломался мой компуктер, а именно расхреначил я нахрен монитор вообще на ноуте. И теперь я не могу просто физически брать его на работу и, соответственно, монтировать там ролики. Поэтому приходится все это делать дома. Дома времени на это катастрофически не хватает. Потому что сейчас у меня полный вечер ушел на запись. Ну и вы знаете, сколько времени занимает монтаж. Плюс, опять-таки, были у меня выходные просто выездные на некоторое мероприятие. Плюс потом день рождения. Сейчас опять выходные надо как-то и день рождения, что ли, нормально отметить. Так что времени просто катастрофически на это все нет. На работе оно есть, но на работе нет возможностей все это сделать. Поэтому, увы, не так часто сейчас будут ролики в ближайшее время. Я надеюсь, что на следующей неделе я решу свою проблему и мы вернемся в привычный ритм. Плюс, как я уже говорил, ритм прохождения у нас немножко увеличивается. Нам, друзья, осталось построить и купить пивзавод, молокозавод, хлебзавод, ткацкую фабрику, мясокомбинат, ЛДСП, мебельный завод и консервный завод. По сути дела не так много и как только мы все это дело приобретем, мы сможем с чистой совестью завершать наше прохождение. Но, есть у нас 19-я ферма, она нас ждет, карта на нее допиливается, в общем-то можно будет на ней поиграть. Правда, это все равно будут не такие серии, как вот у нас сейчас идет прохождение. Поскольку, ну, по сути дела, то же самое делать это, ну, зачем? Придумаем что-нибудь другое там. Может быть, кооператив будет, может быть, еще что-то, я пока не знаю. В общем-то, в любом случае, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что ждете, спасибо, что лайкаете. Спасибо вам за поддержку, которую некоторые люди и финансовые в том числе оказывают. Если что, кстати, ссылочки есть в описании, я ни на что не намекаю, но ладно. В общем-то, друзья, пишите свои комментарии. Не забываем про лосики, если вы впервые на канале, то подписывайтесь. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Никита Дилей. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!